Поистине удивительная педагогическая судьба у Людмилы Горб. Женщина работала в профессии более полувека и половину карьеры в должности директора. Ее награда самая престижная за доблестный труд. Родную школу оставлять было сложно, однако верят, последователи справятся с высокой планкой. Я надеюсь, что школа попала в хорошие руки. У нас слияние произошло двух школ. Это слияние двух сильных коллективов. И я надеюсь, что школа 23, которая сейчас образовалась, одна из самых больших в городе, она имеет большой творческий и кадровый потенциал. Совсем другая ситуация у Эльзары Шевченко. Она молодой директор в сельской школе в Роздольненском районе. В конце 90-х пришла работать в должности учителя музыки, что называется, втянулась. Позже последовал небольшой перерыв в педагогической карьере, а вернулась в ставшее родным здание ботанической школы уже в качестве руководителя. Конечно же скучала. Скучала в первую очередь по детям, потому что мотивация это в первую очередь дети. Ну и так произошло, произошли события. Вернулась в школу уже директором. Страшно, очень страшно. Но рядом стоит замечательный коллектив. Сильный, мощный, творческий. И дети с прекрасными горящими глазками и горячими сердцами. Виктор Коваль, как это и бывает с учителями физкультуры, один из любимых преподавателей школы в Советском. Он, коренной крымчанин, также трудится в профессии уже четверть века. За это время сумел вывести скромную районную школу на передовые позиции в Крыму. А его уроки постигали титулованные спортсмены, известные на весь мир. Ученики нашей школы постоянно выиграют районную спартакиаду по всем видам спорта практически. И в общем зачете в отдельных видах. Из учеников у нас, скажем так, это одна из знаменитых легкоатлеток Крыма Анна Дункан и кикбоксер Володя Олейник, который сейчас является председателем Федерации Крыма. В жизни каждого человека, я очень надеюсь, что каждому повезет, был учитель. Тот, на кого ребенок хочет быть похожим. Вы знаете, как никто, что ничему нельзя заставить. Можно только влюбить в себя. Поэтому вот накануне такого замечательного праздника, Дня Учителя, я поздравляю вас с тем, что вам это удалось. Вам это удалось в полной мере. День Учителя в России и во всем мире будут отмечать в следующую пятницу, 5 октября. Основные торжества в Крыму пройдут в Ялте, где определят и будут чествовать лучших в профессии. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.